Алексей Валерьевич, здравствуйте! Приятно видеть вас в Минске, тем более в таком знаковом и памятном для многих беларусов месте, как Музей Великой Отечественной войны. Уже знаю, что он вам понравился, а тем более символично, что мы с вами встречаемся в год исторической памяти. И вот, исходя из этого, хотелось бы у вас спросить, а почему у украинцев само понятие исторической памяти так обесценивалось? Ну, первый фактор, что Украина, назовем так, рванула очень быстро, типа в европейское сообщество, а европейское сообщество и англосаксоны, американцы, поставили задачу уничтожить Украину, как исторически, которая имеет память. Это Великую Отечественную войну, это прошлое наше, это многовековые узы наши, семейные, будем говорить, и так далее. Поэтому стояла задача одна – стереть память. Память нужно убить для того, чтобы что-то новое возродить. Но они возрождают не что-то новое, они возрождают самое страшное – смерть. Они возрождают тех людей, которые никакого отношения не имели к победе, это как Шухевич, Бендера и другие, то есть мнимых героев. Которые не только не имели отношения к победе, но и всячески ей препятствовали. Ну, они, понимаете, поднимают прах смерти. А прах смерти – это, ну, будем говорить, это война. И при том, эти люди участвовали в страшных преступлениях, о чем мы говорим. Поэтому это затирается, а на почве этого рождается новая страна, которая становится агрессивная по отношению непосредственно, не только к истории, но и к людям, которые рядом живут в соседних странах. Это как Белоруссия, Россия и так далее. Легче родить врага и легче тогда родить выродка, которая будет убивать не только своих людей, но и своих детей, как это происходит сегодня на Донбассе. Украинская власть, которая захватила с помощью госпереворота, с подачей европейских союзников, так называемых, коллаборантов и так далее, и так далее. Сегодня уничтожает свой же народ. Но вот этот вот процесс, назовем его нацификацией, он же совсем не быстрый. Для того, чтобы заложить в умы, в сознание людей определенные идеи, на это нужно определенное и немаленькое время. Я очень сильно сомневаюсь, что он начался вот непосредственно после госпереворота. Какие-то предпосылки до этого уже были наверняка? Нет, давайте будем говорить так. Мы должны понимать, что такое деноцификация. Раз. Мы должны понимать, что такое спецоперация. Да? Для меня, как для нормального человека, деноцификация, это будем говорить уничтожение того устроя, который сегодня убивает собственных людей. То есть это фашизм, нацизм и агрессивное общество по отношению к мирному. Вот если это по-простому говорить, да? Второе. Это спецоперация. Не война, а спецоперация против бендеры, грубо говоря, против злобных людей, которые взросшены непосредственно Европой, союзниками ее, американцами и англичанами. Все. Вот это мы должны убрать и вернуть со временем то наше прошлое, ту историю, ту данность и бытность, что мы народ победитель. Но я имею в виду, когда вообще в принципе начался этот процесс? Когда на Украине, как вы отметили, начали взращивать вот эти вот нацисты? Еще 30 лет тому назад планомерно, четко, понятливо Америка, Англия, Европа плюс Канада взращивали этих упырей на остатках, которые остались на Западной Украине. Вот и все. Но почему этому никто не препятствовал? То есть были же наверняка и те, кто видел, что происходит, и, наверное, как-то мог бы это остановить? Продажность власти. Раз. Вседозволенность. Два. И людей выбирали, которые не любили, по сути, свою страну. И относились как просто к заработку. Всего лишь. И сопутствующие факторы, они по большому счету этому помогли. Европа подогревала Украину деньгами, работал какой-то бизнес, все успокоились, прекратили думать, прекратили читать. И в данный момент это и привело. Молодежь росла на всяких кинофильмах, будем говорить так, которые, мне, допустим, эти чуждо кинофильмы. Они не имеют ничего общего с нашей историей. Это разруха, кровь, бандюки убивают друг друга и так далее. А того самого светлого, прекрасного, его просто-напросто не было. В этом проблема. Вот вы упомянули украинскую власть, но хотелось бы поговорить о действующей власти. Одним из предвыборных обещаний Зеленского было то, что он прекратит конфликт, который развернулся на Донбассе. Но он не только не прекратил его, но более того, этот конфликт, он перерос в более... Усугубился. Усугубился. Усугубился, перерос в более масштабную и жесткую. Совершенно верно. Так вот, почему у него по-прежнему остается такой кредит доверия среди украинского народа? Понимаете, Зеленский изначально, когда пришел, он бы не выполнил это обещание никогда. Как и Порошенко, тоже так же самое пришел. Поэтому не надо тешить себя иллюзиями, что он бы что-то выполнил. Страна фактически оккупирована снизу до верху коллаборантами. С вне она управляется. Это Америка, еще раз повторюсь. И Англия. Плюс сателлитами. Не всеми. Потому что не все согласны с тем, что происходит. Поэтому оккупация произошла. После того, как оккупация произошла, они оккупировали средства массовой информации. Фактически это концлагерь. Страна большая, без своего ума, без колючей проволоки, но с жесткой вертикалью силовиков, которых запугают, с убийством, устранением политически неугодных людей. И мы видим плоды. Давайте вспомним Великую Отечественную войну. Большая часть населения Украины легло под немцы. И долго молчали. До того молчали, пока мы не организовали сопротивление. Это сопротивление не организовал никто. А играли в какую-то мнимую демократию, ложь, разврат и расчеловечивание, и оскотенение человечества в Украине. К этому по большому счету и привело. Но, при том, что есть такая власть, как Зеленский, а на него фактически все есть, крючками он подцеплен очень сильно, его тягай куда хочешь. Это мартышка 95-го квартала. То есть, обезьяна с гранатой. Одно дело на суфлёре читаешь, другое дело, когда ты запоминаешь текст, а третье дело, когда ты управляешь страной. И когда под тобой поджужуют, что все, мы выигрываем, все хорошо и все остальное. Его затащили. Плюс он поддался на деньги. Где его сейчас жена и дети? Где? Это вопрос большой. Где он сам? Но стоит задача англичан до последнего украинца уничтожить. Но 8 лет не напрасно проходит такого чёткого, яркого, прагматичного, назовём, террора умственного и оболванивания людей, они просто так бесследно не проходят. Поэтому манипулировать сознанием уже сегодня можно. По большому счёту, изобрели программу на 21 веке компьютерную, только для мозгов. Плюс я не исключаю, так как были химические лаборатории. Неизвестно, что распылялось. Может быть, и распылялось. И так далее. И у людей просто сознанка поехала. Они отошли от земли. Им казалось, что розовое счастье придёт к нам. Розовое небо будет. Европейский достаток. Европейский достаток. И так далее. В этом-то проблема. А людей-то обманули. На самом деле, мы в Европе никому не нужны. Этим воспользовались. Это всё понятно. Сейчас-то люди видят, что он не выполнил свои обещания. Более того, он погрузил страну в самую настоящую катастрофу. Но, тем не менее, кредит доверия. Люди сейчас испуганы и пытаются убежать. Люди видят те, там, где сегодня бомбят, и там, где укронацисты используют мирных граждан в качестве пушечного мяса. И продолжают убивать людей. Вот и всё. А те, которые ещё не почувствовали, им кажется, что Тербатальоны – это герои. Шухевич – это герои. И всё остальное. Поэтому нужно прямо смотреть, что там происходит. И динцификацию надо проводить до конца. И пока Мисс Киев не падёт, и как в 1945 году не поднимут белый флаг о капитуляции, и не подпишут договор, ничего не изменится. Террор международного характера по отношению к России, по отношению к Белоруссии будет идти до конца. До последнего украинца. Они не оставят в покое никого. И чем дальше мы затягиваем эту ситуацию по Украине, и чем больше управляет Зеленский там, тем хуже для нас всех, нормальных славяне. А ведь на Украине очень много людей, которые сегодня здраво мыслят, здраво понимают. И их нужно сохранить любыми путями. Но вы уже упомянули тему украинских СМИ, которые плодили, плодят, и ещё какое-то время будут плодить многочисленные фейки, провокации, и распространять ложную информацию. А как там обстоят дела с независимыми СМИ? Неужели они полностью уничтожены и искоренены? Они практически все зачищены. Все, кто мог сегодня как-то вещать, говорить, вот как я, правда, я не нахожусь там. Иначе я бы уже живым не был. Возьмите Олесю Бузину, возьмите Олега Калашникова. И это правда. В этом проблема. Поэтому всех зачистили, некоторые переобулись ради денег. А потом, естественно, Украинский зомби-ящик, он сработал. И те люди, которые пошли за деньги работать, они уже стали сторонниками этой власти. Просто это демократическое, без пяти минут европейская страна. Давайте будем так говорить. Никакой демократии не существует. И не надо рассказывать, что там демократия. Любой журналист, который хоть что-нибудь показал в Европе или в Америке, он тут же изгоняется. Мало того, он многие года уже не устроится на работу. И мы этих примеров очень много видели. Просто мы мало объясняли здесь. Мы думали, что нас это не коснется. Мы думали, что к нам война не придет. Мы думали, что европейцы это действительно не братья, а просто хотя бы партнеры. В этом мы заблуждались. А мы Великую Отечественную войну не помним. А мы не помним, как Рейх рождался. А мы не помним, как они объединились для того, чтобы Советский Союз уничтожать. Вот оно все на глазах. Вот эти люди погибали за нас. Вот эти люди отдавали свои жизни для того, чтобы мы сегодня мирно жили и в таком музее были. Люди от мала до велика и дети, и старики, и женщины, и мужчины. Но вот опять же, возвращаясь к теме средств массовой информации в Украине, вы тоже отказывались под прицелом их пропаганды. То есть какое-то время назад вас обвинили в подготовке переворота. Как вы отнеслись к этому заявлению? Давайте так. Мне абсолютно наплевать на то, что люди говорят, которые не уважают свою страну, которые продали, которые превратили ее в побоище. Самое страшное, что они отбирают у людей человеческую жизнь. А человеческая жизнь, это и есть самое святое. Поэтому мне плевать, кем они меня назовут. Я определился. Я иду с этими людьми, которые мне в детском доме, где я вырос, в Црюпинске, а сейчас это Олежки, они мне жизнь подарили. Они мне научили готовить, стирать, писать, читать, думать. А самое главное, уважать чужой труд, уважать стариков. Вот это самое главное. И помнить наше прошлое для того, чтобы я кем-то был. Уважать такие понятия, как родина, которую они просто растоптали. Родина, это самое главное. А ее растоптали. Поэтому мне с этими людьми, не только они по пути, мне их даже не жалко. Это изверги. Ради зеленого доллара, дач непонятных, непонятно чего там. Какой-то мнимой роскоши. Мне абсолютно все равно, что там. Они угробили собственный народ. Вы знаете, я хочу сказать так. Вот нету сегодня, когда человек уходит в мир иной, двухэтажного гроба. Да? А на втором этаже золото, все то, что сегодня не тленное, а оно тленное. И там две руки и лазят. А я сохранил и не сохранил. Нету. Все сегодня умирает, все сегодня превращается в песок и в пыль. А вот что ты вслед за собой оставишь? Кого ты оставишь? Что ты родишь? И какая страна твоя останется? И где твои дети будут жить? Что-то действительно нетленное и сакральное. Конечно. А не просто какие-то материальные ценности и прочее. Вот опять же, возвращаясь к теме переговоров, вы и сами сказали, что они затягиваются. Но с какой целью? Для чего они это делают? Давайте будем говорить. Изначально, если взять Минск-1, Минск-2, изначально я считал это правильно. Пока мисс Пушкин не говорят, надо переговоры вести до конца. А сейчас, в данный момент, не с кем вести переговоры. Но! Зеленский думает, что он поиграет в кошки-мышки, заболтает эту ситуацию. Но у Зеленского есть кураторы. Им надо максимально затянуть этот конфликт. Чтобы побольше было разрушения. Чтобы побольше было крови. Так как рано или поздно примирение надо искать. Рано или поздно надо все это восстанавливать. Чтобы страну в конце концов просто засорвали площадь. На чьи это плечи ляжет обратно. Америка нам не поможет. Европа не поможет. А соседям придется это делать. Потому что под, будем говорить, боком тлеющий огонь или тлеющие угли не нужны. Под боком не нужны, чтобы рождались люди, которые приносят горе, смерть, бандиты, аферисты и так далее. Ведь нам-то нужно спокойное общество. А там будет бурлить. Но чем больше ты тянешь, чем больше ты воспитываешь вот такого страшного, что-то такое смесь бульдога-носорога, тем будет тяжелее выходить с этого кризиса. Вот опять же вы затронули тему соседей. И хотелось бы остановиться конкретно на Александре Лукашенко, который неоднократно предоставлял площадки и во время Минских договоренностей, о которых они просто-напросто забыли. Как будто их никогда не существовало. И сейчас неоднократно предоставлял площадку для мирных переговоров. Но потом вдруг выяснилось, что Беларусь им в качестве такой площадки не нужна. Не надо никогда звать кого-то, когда не хотят. Вы свою миссию и как Лукашенко выполнил. Лукашенко и Путин сделали все, чтобы меньше людей погибло. И стремились к тому, чтобы мир привести на Украину. Стремились сохранить Украину. И те провокации, которые они творят, это уже не о Минске говорим. Они пытаются спровоцировать новый конфликт и чтобы Беларусь вмешалась. Я могу открыто, честно сказать, что Беларусь вмешается, если почувствуют угрозу для собственного народа. Сегодня это повторение Великой Отечественной войны. Начало. Нам дышит враг. И возвращаясь опять же в прошлое, вы наверняка следили пристально или нет за теми событиями, которые развернулись у нас в 2020 году. Действительно ли можно провести какие-то параллели между тем, что было у вас и у нас? за этим смотрел. Я даже к белорусскому народу как украинец обращался, потому что Беларусь я люблю. У меня много здесь очень хороших людей. Я с ними дружу, общаюсь. не повезло сегодня с одним другом, с которым больше 20 лет. Дружу он белорус, но он уехал в командировку. Зато я увидел Талая своего друга. Поэтому как бы что вам сказать в данный момент? Есть позиция одна. И мы не должны возвращаться к прошлому. Мы должны выстоять. Понимаете, тут же вопрос стоит, когда президент выходит с автоматом и говорит мне плевать на Европу, но народ не дам растерзать, не дам чтобы здесь кровь пролилась, не дам чтобы здесь умирали люди и фашисты бегали и убивали людей, как это на Майдане у нас. Мы же видели картинку и сын вышел, и отец вышел, и силовики молодцы, они не продали свою родину. Что тут непонятно, что у человека, как у Януковича, нету здесь ничего. Да, он здесь великий человек. Да, человеку надо отдыхать, да, человеку надо на хорошей машине ездить, но на то он и президент. Что он может взять на себя ответственность за судьбу своего народа. Вот это есть. Ценность этого человека. разные обстоятельства были. Те обстоятельства, они экономического характера. Но он поступал к Европе справедливо, честно. Он и не туда, и не сюда, будем говорить. работал и с теми, и с теми, но он сохранил Белоруссию. Я-то не слепой, я-то езжу на своей тачке, на коляске, пусть даже что-то не сильно современное, но город чистый, мамочки ходят с детьми, мамочки сегодня не боясь выходят на улицы. Красота неописуемая. Тишь да гладь да благодать. А вы посмотрите, вот музей. Музей замечательный. Ну вот здесь вот Сталин, вот здесь Жуков, я от него никогда не откажусь. Вы как хотите называйте там БЧП или кто там, но он в истории был. Были разные времена, но победу то он принес. Жуков как полководец, он кто вы такие? Кого вы обсуждаете? Президента своего? А вы будку хоть собачью в своей жизни построили? Вы читать-то не умеете, вы строить не умеете, вы беречь не можете, а ваш президент бережет, бережет тех павших людей за наше счастливое не только детство, но и мир над головой каждого человека. Поэтому без истории не будет будущего. А если мы не будем сегодня из истории извлекать самое хорошее и переносить в будущее, но с современными технологиями, тоже будущего не будет. Но плохое мы тоже не должны забывать. Мы должны помнить, что сделал Гитлер, что сделал полицай, что сделал коллаборант, кто предал Советский Союз, кто предал Родину нашу. И все. А вот от этой нечисти, которая называется коллаборант, мы должны избавляться. и то, что ваш президент говорит сегодня, что мы Украину вернем в лоны, я с ним согласен, это произойдет. Потому что большая часть людей нормальных. Всего лишь надо работать и у нас все получится. Я в этом тоже не сомневаюсь. Но вообще, что там происходит на самом деле? Вот эти вот украинские СМИ постоянно рассказывают о том, как ВСУ героически защищается от российских оккупантов. Давайте так, я приведу живой пример. Город Херсон. Почти каждый день они вводят туда войска. Все, завтра победим. А вот то, что с Николаева стреляют по Херсону, расстреливают села, там, где военных нету и расположения. Город Краматорск. Вот Краматорск в точку ударили, это же провокация. Только с летальным исходом много людей погибло. Я это понимаю. Я не исключаю, что завтра будут и белорусы в этом виноваты. Дело ж не в этом. Дело в том, что у них побед нету нигде. Что там они в котле, что там они в котле. А это все фейковые новости. Вот от этих фейковых новостей мы должны избавляться, закрывать те средства массовой информации, которые просто враньем занимаются. Занимаются оболваниванием людей, отбирая у них сегодняшний день. Тот, который был светлый и счастливый, назовем так. Но все-таки, на ваш взгляд, чем закончится вся эта ситуация? Ну, давайте так. Закончится это наша победа. выиграют славяне. Никому уж не секрет, что российские войска, а там присутствуют много национальной армии. Там и россияне есть, там и грузины есть, там и украинцы, там и чеченцы есть, там и молдаване, кстати, есть. Там много. А не повторение ли это великое чеченство? Там и белорусы есть. Что я вижу? Победу. Победу. Я вижу это, и она будет. А вот после этой победы, после того, как деноцификация полностью пройдет, и надо идти до конца, и разоружать эту Украину, после этого нам придется еще поработать, для того, чтобы вернуть самоосознание, понятие, совесть, честь, память, историю, и человека привести в чувство, что мы ведь братья, а вернее единый народ. В этой ситуации, что произошло, оно так и будет. Это будет союзническое государство. Буфер должен быть раз. Нельзя отбирать сразу страну у людей. Нужно не только дать надежду, но и показать путь, и как сегодня построить по-новой, как сегодня вернуть в чувство не только страну, найти все возможности для примирения, так как кровь с обоих сторон пролилась, найти ту позицию, чтобы быстро восстановить саму страну. Как она будет называться? Новая Украина или новый формат? Или как Херсон, Таврида будет называться? Одесская губерния, там еще какая-то, Кроворосская губерния, или допустим Новороссия, Малороссия. Самое главное, что они будут в союзном государстве жить и не будет границ. Вот тут надо над этим поработать и много у нас еще работы. Это уже вторая должна быть победа над возвращением ума и человека, а не обезьяну с гранатой, которую сегодня сделали с Украины. Террористический хаб, президенты хамло, политическая элита отсутствует. СМИ напрочь лживые. За СМИ можно и не говорить. Вот тут надо поработать. Спасибо вам большое за то, что выделили время, за такую интересную и самое главное искреннюю беседу. Вам хочется пожелать только всего хорошего, а Украине конечно же скорейшего наступления мира. Спасибо. .